приветствую вас дорогие друзья с вами лурлимур и добро пожаловать на рубрику полезные моды space engineers мы продолжаем обзоры пушек из воркшопа и сегодня у нас на закусочку скажем так оружейная мастерская инженера мекспекс и хотелось бы также перед тем как всегда традиционно начать наш обзор делить внимание некоторым аспектам предыдущих модов о которых я не сказал потому что все невозможно учесть абсолютно все иногда что-то ускользает от внимания что-то ускользает от некоторых элементов ну что же давайте но давайте сначала ознакомимся с оружейным бестиарием если так можно сказать данного мода он конечно не такой обширный как battle cannons от турец но здесь есть своеобразная изюминка во всем этом я нашел более или менее достойные мод конечно же будут и другие моды одиночные и так далее и тому подобное но по поводу battle cannons и турец не буду слишком долго тянуть и скажу что там вот были пушки спаренные тоже вот двойные и тройные 300 миллиметровые 900 миллиметровыми снарядами в данных пушках дорогие друзья используются два вида снаряда осколочно-фугасные и бронебойный то есть они соответственно носят различный урон и пока что у меня сейчас нету времени чтобы к сожалению вам показать какой из этих как бы снарядов какую роль выполняет ну а пока что мы будем сегодня рассматривать вот такие вот крутые пушки у них очень классный дизайн мне дизайн нравится больше чем дизайн в предыдущем оружейном моде и соответственно мы будем тестировать каждый из них каждый из этих видов и разбираться что к чему на самом деле эти пушки довольно крутые но тут имеются некоторые элементы то есть некоторые моменты для того чтобы получить все эти пушки вам надо набрать мег спекс то есть реально в мастерской мег спекс есть несколько видов оружия возможно кстати я не всех добавил я всего лишь пока что открыл то что у меня было так что можете даже увидеть большее количество если я что-то пропустил я обязательно на это сделаю обзор в следующем выпуске ну то есть следующей серии если так можно сказать итак переходим вот значит у нас в клава вкладочку мег спекс и что мы видим тут у нас достаточно приличное количество всего но не обольщайтесь на самом деле тут не так уж много оружия у нас тут в основном турели battleship canon то есть такого типа их у нас целых три вида то есть mk1 mk2 mk3 то есть так вот модификации самый первый это mk1 и почему их казалось бы так много поделите эту цифру на 2 потому что в отличие от предыдущего мода здесь в некоторых пушках есть искусственный интеллект ну то есть а и игровой вот например возьмем пушку по моему mk2 или mk3 давайте посмотрим что это за пушка mk2 да я был прав мк2 раунд то есть почему-то написано раунд то есть наверно крутится во все стороны и есть а и версия той же самой пушки только вот она как бы сама будет отстреливать ваших врагов вам надо будет то есть сам самим управлять ей но так как мы на обзоре сегодня для нас не имеет особого значения будут а и управлять или будем мы потому что мы будем тестить с этими щитами конечно постреляем может быть немножко в эти щиты но у них немножко урон другой да дорогие друзья все-таки рано или поздно я перейду на тест на тестирование спор с этим щитом потому что данные щиты более перспективные мне мой знакомый друг инженер максим тараненко подсказал большое ему кстати спасибо за эту подсказку что данный щит он выдерживает урон от литл дэвидов так что не буду давидами называть блин хитрый хитрый давида выдерживает урон то есть он выключается и он отражает первый урон на самом деле а и пока эти пушки заряжаются то есть правда щит будет держаться 30 секунд он конечно спасет вас на некоторое время то есть он вас спасет от первого урона что очень важно в некоторых моментах да пока тут боях каждая секунда имеет как бы смысл поэтому данный щит все таки он спасает получше чем вот этот вот другой щит другой щит он не спасает там сколько вы миллионов не ставили я тут поставил 300 миллионов и как вы знаете дырка все равно а здесь дырки не будет так что этот щит он очень хороший но а все-таки проверять урон мы будем по системе данных щитов и напишем и так приступим к нашему обзору слишком много болтовни у меня и давайте это исправим ну что ж у нас тут имеется несколько типов оружия я напомню что данный мод пак то есть он есть мод пак до макс пекса а есть дополнительные моды на отдельные виды оружия и я их все все добавил в эту соляную мешанку потому что я считаю что надо обозревать все от микс пекса если это только есть итак первый у нас на обзор это вот такая вот пушка вот такая вот интересная давайте мы ее так посмотрим сначала называется она и of spirit то есть сферический сферический сферическая турелька сейчас на ее рассмотрим как она себя ведет переключаемся на нее у нас тут есть дисплей и начинаем стрелять то есть выстроили одну обойму что мы видим было более тысячи урона давайте пускаем восстановится и мы еще раз выстрелим один из комментаторов то есть комментариев в одном из них было написано что вот показатели урона не обязательно вычитывать то есть там высчитывать просто посмотри на последнюю строчку где сс написано мы посмотрим и мы видим что урон практически 800 с чем-то 890 то есть где-то так довольно таки приличный урон давайте еще раз выстрелим это одна обойма то есть один выстрел на нас на самом деле будет наносить очень мало урона по этой самой причине такой средний урон я бы сказал видите 888 то есть урон от такой пушки соответствующий а так дизайн интересный то есть более-менее то есть он может немножко посоперничать с ванильными далее у нас идет интересное такое вооружение такое две турельки идут одна из них называется antelian anti missile то есть данная пушка любопытна тем что она была создана для обороны от ракет и она не имеет такого скажем режима без искусственного интеллекта у него есть искусственный интеллект поэтому она она направлена на ликвидацию ракету сама по себе нам не наносит большой урон она только-только отстреливает ракеты ну что ж давайте его тоже протестим потому что это все любопытно так восьмая циферка такая турелька смотрим сюда и play вот то есть такой вот урон наносит она немножко как вы сами могли видеть 90 урона то есть всего лишь 90 урона наносит вообще не серьезно мне кажется что даже то есть винтовка наносит больше с королевская винтовка сейчас мы даже посмотрим на это да королевская винтовка наносит блин 420 урона это же еще не полностью отстрелялся то есть данная пушка годится только для отстрела ракет наверно она шустрая просто наверно так дальше идемте дальше дальше у нас идет такой вот интересный так такая вот турелька называется телиан антифайтер антифайтер то есть он сбивает истребителей это круто если это так давайте проверим так ли это то есть хватит ли у него мощности чтобы сбивать истребителей и вот два ствола и приближаем и play так ну чё то я немножко протупил так вот так вот теперь надо будет заново проверить и да дорогие друзья есть такая проблема у модов на оружие у некоторых из них нету звука то есть звук отсутствует к сожалению и так опускаю становится и мы сейчас снова проведем тест сколько в одной обойме он наносит урон значит 700 с чем-то до 700 800 ну так средненький урон в принципе он соотносим вот с этим раунд стэй сфер турет с велической турелью принципе такая неплохая пушечка ну на любителей честно дальше у нас идет уже более интересное нечто кто-то я даже не тестил то это heavy defense турет то есть турель тяжелой обороны или как-то так но прежде чем ее тестить я увеличу количество щитов потому что все-таки большие пушки они на нож наносят много урона у нас тут еще и стационарные но об этом чуть позже сейчас я увеличу количество щитов и мы продолжим говоря наши тесты и так и добавил щитов у нас 30 тысяч и мы начнем тестировать вот этот heavy defense турет но ай без интеллекта соответственно без автоматической наводки значит heavy defense турет какой он еще раз на иконке на иконке он зеленый и чтоб не путаться и так нужно так это восемь семь шесть вот она у нас турелька такая вот симпатичная так мы надеюсь открою огонь здесь чтобы если вдруг щиты слетели я видел что здесь творится что здесь пушка может быть неимоверно мощная мало ли что быть может и так 3 2 1 то есть она щиты не снесла но давайте посмотрим на ее скорострельность вы только заметьте она стреляет но у нее не очень хорошая точность как вы можете заметить даже сказал точности тут вообще нет она стреляет куда как она очень очень косая и кроме того она не наносит большой урон вообще я в правильной последовательности рассматривают данные пушки поэтому как-то бея блин вы только посмотрите да насколько разнобой но у нее есть одно преимущество то что она не перезаряжается то есть она стреляет постоянно пум 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 у нее есть определенный такой вот ритм выстрелов ну что ж я не заметил на самом деле сколько съедает урона и сейчас как только щиты восстановятся мы продолжим данный тест и так щит восстановился ну чтож play tx ну практически он сносит все щиты то есть остается один процент можно сказать что его урон как раз таки почти что равен 30 к ну неплохо для такой пушечки без перезарядки я вам скажу то есть если вы вышли на некий ближний бой с кораблем это будет самое то кстати говоря все таки он снес мне что-то здесь что очень странно да то есть его урон идет по какой-то площади он не снес эти блоки которые были там так что это даже удивительно в каком-то смысле мне сейчас придется добавить еще немного щитов потому что следующие пушки будут но очень мощные но по сравнению с этим очень мощные после того как мы увидели действие в действие берту и все остальное понятие очень мощные слишком но мягко говоря растяжимое и так щиты под стока и настало время тестить вот следующую пушку следующая пушка у нас называется так 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 она называется battleship канал мк до пора тестить серии мк мк 1 мк 2 мк 3 и посмотрим чем же они все-таки различаются переключаемся на нее она будет массивнее помощнее и конечно же не будет носить там 30 к поэтому я уже сразу столько сделал ух так отлично щит выдержал но все-таки мне кажется блоки немного корежатся даже если щит выдерживает и у нас съелась где-то 70 то есть ну осталось 70 чем-то процентов то есть но он тоже сносит 30 к хотелось бы но давайте проверим еще раз и как восстановится щиты я продолжу тестить и при так щитов осталось 10 к приблизительно то есть в принципе я не знаю что получилось в прошлый раз но сейчас урон сошел прям такой на 90 к это ребята немало немножко странно так получается что урон через раз то есть один раз на 30 к потом 90 к удивительно кей-кей пускай это будет так осталось протестировать значит мк 2 мк 2 у нас такой вот значит есть раунд мк 2 и а battleship канон то есть он в принципе такой же наверное но он спаренный и если он наносит в принципе такой же урон я не удивлюсь но надо будет увидеть разницу между раундом и между ним так что сейчас мы пройдем этот тест как только восстановится щиты и так на очереди мк 2 так немного не то так вот наша пушечка мк 2 посмотрим и урон окей я так вижу она выбила нам практически все щиты только почему-то я не вижу урона до урон от этих пушек дорогие друзья распространяется по площади то есть он может выйти не пробьет именно в ту точку в которой он стреляет но смежные блоки явно пострадают и на этот раз мк 2 оказалось мощнее и она выдела скажем щит и теперь нам остается увеличивать наши щиты наши емкости и проводить наше тестирование дальше на очереди мк 2 раунд единственное что разницы я в ней не особо вижу так как пушки одинаковые внешне по крайней мере ну посмотрим посмотрим как все будет итак мы сидим в пушке под названием раунд и смотрим на юру стреливаем и смотрим 167 к судя по всему если это было 167 167 это где-то 33 урона 33 к то есть это чё-то не чё-то немного и кстати говоря последний показатель последняя строчка это не урон сожалению она не всегда показывает урон давайте попробуем это сделать еще раз у сейчас то урон был уго-гошеньки большой как увидели осталось всего лишь 7 с чем-то к давайте еще раз выстрелим посмотрим во что это нам обходится и как это все получается так и внизу вроде бы на этот раз показался урон эти пушки наносят урон через раз насколько я понимаю это очень странно если честно 63 к осталось то есть получается данная пушка наносит где-то 130 к урона ну если считать что стабильный урон такой так но она перезаряжается конечно это два выстрела и перезарядка она тоже наверное не сверх точная но довольно дальнобойкая посмотрим на дальностью выкну в принципе дальностью 990 метров метров дальность реагирования а дальность выстрела вы можете увидеть как в описании мода далее далее нас осталось пушка мк-3 дорогие друзья я так понимаю это вот данная пушка и сейчас мы ее посмотрим так мк-3 а.п. есть мк-3 а.п. а есть просто main battleship canon то есть main battleship canon это основная пушка а это является мк-3 то есть у них есть какая-то разница дизайне у них не особо большая разница мне кажется что пушечка а.п. немножко хотя нет она одинаковая ну что ж давайте начнем тестировать пушечку а.п. к счастью я на этот раз догадался сделать щиты быстро восстанавливающимися и поэтому ожидать нам даже не придется где у нас тут значит мк-3 так main battleship давайте выбираем пятерочку и оказываемся вот здесь довольно интересная панель такая да сейчас мы нанесем урон и посмотрим что у нас тут особенного ух ты да я так понимаю мы тут конечно данная пушка не на шутку разошлась и вы можете наблюдать что она сделала она наносит урон по площади как и принципе нам было ясно но что вот она настолько мощный да мк-3 это просто что-то с чем-то давайте-ка мы восстановим наш нашу мишень мишенью да уж вот вот этого вот я не ожидал нам надо будет увеличить щиты сделать их ну наверно раза в три больше потому что это просто что-то с чем-то и так дорогие друзья я поднял ну 4 до 1 миллиона чтобы уж наверняка теперь мы нанесем удар снова что-то случилось я не понимаю что почему меня выкинула с пушки тэкс блин и мы не увидели урон но по крайней мере я знаю что он снес где-то где-то 600 к приблизительно но мы про повторим этот эксперимент потому что я хочу знать истину сколько здесь 90 отлично заряжается мы сделаем это снова если понадобится снова так только почему у меня выбил я не знаю опять он выбил ну ладно смотрим там где-то даже сносит где-то 600-700 к и это очень большой урон возможно тут есть какая-то ударная волна или неизвестно что то что выбивает от управления данной пушкой но мы сейчас перенесем на панельку еще одну вот эту вот пушку а.п. проверим в чем разница а.п. а.п. у нас стоит здесь и нас на этот раз не должно выбить ой куда-то не туда улетел снаряд так ну щиты восстановились стреляем и мы понимаем что а.п. гораздо мощнее по какой-то причине он нам выбил щиты но на самом деле он стреляет почти миль то есть он выбивает щиты в миллион и это неплохой показатель для такой пушки так давайте мы заделаем эту дуру увеличим немножко наш скажем щиты до полутора миллиона и выстрелим и так у нас теперь 1.6 лямов почти полтора чуток больше как раз таки будет с этим с местечком для запаса и пли что у нас тут такое опять выбились щиты ребята данная штука наносит кажется больше урона чем я думал и не хиленько так ну пробила конечно меньше поэтому мы добавим еще больше щитов то есть он выбивает явно больше полторы это конкретно и так ну держитесь теперь у нас три мульона сейчас эти три миллиона подзарядятся и я произведу выстрелы посмотрим на этот раз как поведется поведет себя данная пушка пробьет ли она данную защиту если это так то это одна из неплохих одна из лучших пушек я бы даже так сказал но наши тесты еще конечно далеки от завершения потому что у нас еще и стационарные пушечки с ними тесты будут немножко иными извиняюсь и так 99 ну давай что-то как-то он подлагивает а отлично все теперь можно стрелять ну-ка ну-ка давай так что опять происходит щиты выдержали щиты выдержали нас выкинуло и осталось где-то 12 то есть получается он где-то стреляет 18 лимонов и как мы видим пробить и нет только почему выбивает я я не вкуса я серьезно не в курсе почему выбивает таким вот образом и пипец короче не очень хорошо но у нас остались вот эти вот стационарные пушки кстати говоря стационарных пушек у нас аж целых несколько типов давайте мы их посмотрим так где у нас был микс пикс текст 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 у нас вот есть телен то есть эти пушки называется тэлен 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 тэл бэтрой тэлен дэл бэтрой стак то есть он более плоский я так понимаю Исчетверенный Теллион, Octobattery называется Octa, то есть это 8 пушек То есть это все один блок, ребята Это я не поставил пушки друг рядом с другом Это одна большая батарея То есть это очень удобно ставить по бокам корабля А это, как вы догадались, обычный Теллион Дуэлл А это стаковая версия, то есть она сверху плоская И в этом месте ее преимущество в плане компактности Но я думаю, что они наносят приблизительно одинаковый урон Давайте я выведу на панельку данные пушки И будем по очереди из них стрелять Итак, значит, я вывел на панельку У нас щиты установились Давайте попробуем сначала выстрелить вот этой вот пушкой Которая здесь стоит Кстати, вход в нее сзади То есть снарядики можно положить Так, нажимаем И у нас получается, что он снес практически Всего-то ничего То есть Где-то сносит 300 штук Снес, по-моему, 5000 Сносит она тоже не особо Но мне интересно, как себя поведут Сочетверенные пушки подобного рода Я понимаю, почему они счетверенные Потому что они наносят много урона Ну, типа они мало, точнее, мало урона наносят Поэтому они счетверенные Давайте попробуем Ну да, вот они хотя бы по 100к снимают Но я очень разочаровался на самом деле Потому что Ну, должно было быть больше Я от этих пушек ждал большего Но в результате они себя совершенно так же показывают У этих разница только что еще и внутри Дизайн есть Вот, так что такие вот дела Давайте посмотрим зрительно, как выглядят стреляющие эти пушки Они хороши для эффектов, но не более того, на самом деле Так, где у нас тут консоль Сейчас, а, вот она Думал поставить, потом вам все показывать Так, поставим сюда Берем здесь, значит, сдаем действия Где у нас тут счетверенная пуха Вот так вот И смотрим на этот самый интересный эффект Как стреляют сразу несколько пушек Так, еще раз Так, я так понимаю Они стреляют очередным залпом То есть Они не стреляют все четверо сразу К огромному сожалению Они просто стреляют постоянно и без перезарядки За счет того, что их четыре То есть, ну, как бы пока заряжается один Стреляет другой Вот в чем была особенность Но больше всего мне понравилась, конечно же, вот эта пушка МК-3 Она более серьезная И наносит более такой большой урон И она наносит где-то 1 миллион 700 1 миллион 800 Вот приблизительно такой вот урон Так что это круто Это круто, ребята Такие вот у нас моды на сегодня И хотелось бы сказать, дорогие друзья Напоследок Так как выпуск подходит к концу Хотелось бы сказать напоследок Что сегодня я очень сильно То есть Начинаю в конце концов Приступаю к съемкам серии Возможно, она выйдет к концу этой недели Я буду усердно над ней стараться Трудиться И еще я хотел бы сказать Что я больше не буду делать Скажем, обзоры на корабли из вселенных разных Точнее, не буду проводить недели Выпусков вселенных Почему? По одной лишь простой причине Это неблагодарный труд Потому что я не особо разбираюсь На самом деле Во вселенных Звездных Войнов Или Вархаммера Или чего-то подобного Я не являюсь фанатом Ребята, ничего То есть, грубо говоря Я не фанатею ни от чего Потому что я считаю Что это ненормально Быть гиком Какой-то вселенной Это означает Обижаться на любое несоответствие Или на любой раздражитель Связанный с этим миром А я не собираюсь сделать так Потому что Самое шикарное Это быть неуязвимым В плане Своего характера И знать про вселенные Конечно же классно Мне нравятся Немало Какие вселенные Но я не хочу Затрагивать Ваши чувства Привнося Какие-либо несоответствия И даже если бы я Вот так вот Разбирался В этих вселенных Все равно Что-то да Пошло бы не так И что Какая-то несовместимость была А это приводит К огромному количеству Споров и дискуссий А я не хайпажу Поэтому Желаю вам всем Хорошего настроения Буду делать обзоры На интересные проекты Само собой Тоже В основном В основном Конечно будут Очень красивые Интересные корабли Возможно завтра Возможно послезавтра Или завтра Выйдет No Man's Sky И Всем Как бы Надеюсь Понравится вам Все что я буду делать И да Я хотел бы сказать Про последний Еще один Момент Который меня дико раздражает Дорогие подписчики Новые подписчики Также старые Пожалуйста Не судите о моем канале По понятным гайдам Которые я выпустил Три года назад Потому что Данные гайды Являются По качеству Наверное Раз в пять Хуже Чем то что я сейчас Делаю Если бы я сейчас Снимал бы эти гайды Они бы не были Такими нудными И многословными Они были бы Гораздо Короче И по делу Так как Контент Движется к улучшению И В этом плане Я хотел бы сказать Не будьте Такими строгими К неактуальному Материалу Который уже Давно старый И Я надеюсь На понимание Ваше Ставьте лайки И все таки Подписывайтесь С вами ваш Лур Лемур До скорых встреч Дорогие друзья Всем Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok